Если главе Кремля Владимиру Путину не нравится, что украинцы защищаются, то он может просто убраться из Украины. Так на события в Курской области отреагировал координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Я не буду говорить об украинских военных операциях, как я уже говорил раньше. Пусть они сами расскажут, что они делают. Мы в тесном контакте с ними, как вы могли бы ожидать. И мы продолжим эти разговоры. Но не совершайте никаких ошибок. Это война Путина против России. Джон Кирби – координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома во время онлайн-брифинга 13 августа. Историческим назвал прорыв украинскими войсками границы в Курской области сенатор США от Демократической партии Ричард Блюменталь. На брифинге в Киеве он заявил, что Украина перенесла войну на территорию России. По его словам, сенаторы хотят передать администрации президента США Джо Байдена сообщение, что следует придать Украине больше гибкости в использовании предоставленного оружия, чтобы ударить дальше существующих линий. Это масштабный прорыв. Хорошие новости, большие новости, обещающие еще больше потенциальных прорывов. Теперь россияне будут отступать. Они оттянут войска с других направлений. Они будут использовать ресурсы на этом уже установленном фронте. Но большая новость состоит в том, что Украина сейчас в России. Она приносит борьбу в Россию. Все правительственные партии Дании выразили поддержку наступательным операциям Украины в Курской области. Представитель либеральной партии Михаэль Оструб выразил уважение к этим атакам. Он считает совершенно нормальным, что Украина пересекла российскую границу. Каждый раз, когда мы делаем пожертвования Украине, оно проходит через Совет по внешней политике, где мы устанавливаем с украинцами четкие правила относительно того, на что они могут использовать эти пожертвования. Пока украинцы придерживаются этих правил, у нас нет оснований для критики. Михаэль Оструб, представитель либеральной партии Дании. Глава оборонного комитета Бундестага Маркус Фабер считает, что наступление украинских войск под Курском проходит лучше, чем можно было ожидать. Также, по мнению эксперта по внешнеполитическим вопросам фракции Свободной демократической партии Германии в Бундестаге Олирха Лехта, ВСУ могут применять немецкое оружие на российской территории без каких-либо ограничений. На это не нужно дополнительное разрешение Германии, поскольку использование оружия Украиной соответствует международному праву. Конечно же, это должно подтолкнуть наших партнеров к данным момент ключевому для нас вопросу политическому разрешению использовать дальнобойное вооружение на всю их возможность, на дальности вглубь Российской Федерации по военным объектам и в качестве, собственно говоря, превенции, в частности, например, по соболётам, которые являются носителями ракет и кабов. Вот, собственно, это же не просто спецоперация, это возможность защитить наши мирные города. Тем временем правительство Великобритании пока не разрешает Украине использовать дальнобойные ракеты Storm Shadow в Курской области. Эти снаряды подходят для поражения железнодорожных узлов и ключевых дорог, ведущих в Курск. Также их целями могут быть аэродромы, которые находятся в радиусе 160 километров. Эксперты отмечают, что, позволив использовать Storm Shadow по территории Российской Федерации, Лондон показал бы решительность в вопросе поддержки Украины.